Приветствую вас и давайте разберем ваш вопрос. Вы пишите, как поверить в то, что тебя любят? Ответ, собственно, довольно простой. Никак, потому что нельзя поверить в то, что тебя любят. Это невозможно. Невозможно залезть вдруг к другому человеку в голову, да, и увидеть, что он чувствует. Если бы вы, например, могли бы это сделать, то то, что вы там увидели, вполне возможно для вас любовью бы как таковой бы и не являлась бы. Потому что любовь чувствуется, ощущается каждым человеком по-разному, по-своему. И нельзя сказать, что вам со стопроцентной уверенностью понравилось бы то, что вы, например, увидели бы. Оказать вы в голове другого человека. Поэтому поверить, что тебя любят нельзя. Вообще, когда хочется верить, что любят, когда такой вопрос встает, это больше про потребности. в том, например, чтобы вам, например, показали свою любовь. Это больше про потребность в том, чтобы вам дали почувствовать, может быть, свою любовь. То есть, чтобы вы почувствовали себя любимой. Это больше именно про это. Про то, чтобы вам дали ощутить, какая вы хорошая, может быть, какая вы нужная, какая вы ценная и так далее. Если бы я с вами говорил, я бы вас спросил бы о том, понимаете ли вы, каким образом подобные ощущения возникают. То есть, понимаете ли вы, почему у вас, например, появляется такая потребность в этом. Все дело в том, что вы сами себя, скорее всего, обесцениваете. Все дело в том, что вы сами себе к себе, скорее всего, относитесь не очень хорошо. Скорее всего, у вашего мужа, предыдущего мужа, получилось убедить вас в том числе в том, что вас любить не за что. Что любви вы недостойны, что не ценны вы вовсе. И в определенный момент с ним вы согласились внутренне. В определенный момент вы приняли его в такую позицию. В позицию обесценивания себя. И, собственно, сейчас эта позиция обесценивания себя прекрасно у вас живет и работает с мужем. Вы уже не общаетесь, в отношениях с ним вы уже не находитесь, а вот его позиция работает. В общем, ладно, понимаете, что скорее всего, скорее всего, эта позиция уже была позиция до того, как вы, ну, например, вошли в отношения. Эта позиция у вас уже была, она у вас уже имелась, а просто по той или иной причине вы эту позицию в себе не замечали. По какой-то причине вы ее в себе не видели. А вот то, что с вами с вами произошло, скрыло этот момент. И теперь вам для того, чтобы чувствовать себя хорошо, нужно увериться, удостовериться, в кавычках, что вы любим. Удостовериться нельзя, потому что зависит от восприятия исключительно от вас. Удостовериться нельзя. Но вы пытаетесь это сделать. Чтобы ваш мужчина сейчас для вас не делал, как бы он себя не вел, как бы он не пытался убедить вас, но ему не получится, потому что, чем больше он вас убеждает, тем больше вы в этом сфотевируете. Потому что, как не парадоксально, а вопрос уже поднимается. То есть когда вопрос поднялся, когда на эту тему вы заговорили или начали об этом думать, можно сказать, что это уже решенный абсолютно момент. И как бы вы не действовали, условно говоря, в дальнейшем, все, вы уже этот момент приняли. Вы допустили, что можете быть неценным для кого-то. Поэтому поверить нельзя. Вы можете спросить, ну хорошо, а как же тогда чувствовать себя ценно? Что тогда для этого делать? Для этого важно позволять себе быть собой, проживать любые ощущения, не пытаться затолкать их вглубь себя, вовнутрь себя, как может быть вы это делаете. Не пытаться обсценивать, потому что вы говорите, например, про то, что выводы из негативного опыта этого не делались. Но это больше похоже на рационализацию. То есть, безусловно говоря, вы, безусловно, можете в какой-то степени это необходимо включать в свою деятельность интеллект. Без этого невозможно сделать какие-то логические выводы. Это важно. Важно ли это всегда? Нет. Определяет ли это всегда ситуация и возможность ее прожить и с ней плюс-минус адекватно справляться? Конечно же, нет. Поэтому, если вы подходите к вопросу логично, если вы пытаетесь подходить к вопросу логично, то я не удивлен, что в итоге вы оказались в таком вот положении, в таком состоянии, что не доверяете, проверяете и так далее. То есть, здесь, как мне кажется, позиция, в общем, ваша, она достаточно уязвима. Она достаточно уязвима именно потому, что я назвал именно по причине того, что я описал. Дальше. Самый забавный, по-моему, вопрос, знаешь, что ты слышишь и видишь, и даже видишь, все равно не то, что понимаешь, что не доверяешь каре. Это недоверие себе. Мне кажется, что речь здесь идет еще и о страхах. Страх. Это страх. Страх, что предадут, страх, что брось и так далее. Факт – это внутренний запрет на изменения. Купе с некоторыми представлениями о том, как должны устраиваться отношения. Здесь, на мой взгляд, проблема стала заключаться в том, что не всегда человек может понимать и различать, когда речь идет. О его ценностях. Когда речь идет о его моральных аспектах. А когда речь идет про страхи, про компенсации определенные, про какие-то трудности, про какие-то проблемы, про проекции. То бишь, что такое проекция, да, это перенос. То есть, когда человек свои собственные переживания, какие-то свои собственные эмоции переносит на другого человека. Не всегда, не всегда люди способны это разграничить. И когда такое замещение происходит, как правило, возникает то, что можно назвать недоверием. Как правило, в этот момент возникают подобные истории, как правило, в этот момент человек начинает теряться, начинает сомневаться и так далее. Я надеюсь, что вы согласитесь с тем, что будь вы уверены в своих определенных, например, ценностях или в своем выборе, вы бы уже давно как бы сделали выводы. Сделали бы вы их сразу сразу. Сразу вы делали бы эти выводы вы каждый день, каждую секунду, не боясь при этом. Потому что вы доверяете себе. Но вы пытаетесь опереться, вы пытаетесь получить определенные гарантии. Когда человек пытается получить гарантии, он замещает другого человека с собой, пытается. Я пытался заместить, простите, другим человеком, себя, там где есть моя ответственность, ответственность. Я буду требовать от моего партнера каких-то действий, там где ситуация касается меня. Я буду требовать от другого человека каких-то шагов. Ну, я думаю, вы понимаете, что уже очень сильно это похоже на вас. Я не знаю, видите вы или нет этот момент, но похож, очень похож. Ну, здесь вот так. К счастью или к сожалению. Дальше. Во-первых, здесь проверяешь любопытно, что я прощаюсь. Это недоверие. Или то, что можно назвать параноидальной, параноидальной моделью поведения. То есть, что такое параноидальное поведение, вы ведь почему спрашиваете у человека о подобных вещах. Потому что, наверное, считаете, что вообще-то с вами что-то не так. И вообще-то вам там, например, изменяют, или вас там, например, предают, или может быть что-то еще. А может быть и сразу все вместе. И конечно же, конечно же, это вы боитесь, вы пытаетесь этого не допустить. Это понятно. Но момент такой, что у вас есть такая позиция относительно себя. И вы эту позицию, да, вы ее избегаете, вы избегаете признать тот факт, что вас могут не любить, что вас могут не ценить, что от вас могут идти. Тогда, что вам будет. Почему? Потому что, так же, вам сложно положиться на себя, себя саму. Я не знаю. По крайней мере, из того, что вы пишете. Прямо это не следует. Следуют только некоторые косвенные моменты. Это нужно выяснять. У каждого человека история своя. Я надеюсь, вы здесь меня вспомните и не посчитаете. Нет, профессионализмом, если я не полезу, условно говоря, в такие дебры, не буду гадать, что мотивирует вас, к примеру, себе не доверять. Предположить. Я, конечно, могу. Но мне кажется, это выстрел у меня. Дальше. Как-то уже отмечали, мол, ошибки прошлой и горький опыт тебя кидал, и нет ничего подобного. Да и выводы из его опыта вполне адекватные. На мой взгляд, вы здесь себе противоречите. Вы пишите, что прошлой ошибке горький опыт тебя кидал, и нет. При этом вы говорите, что выводы сделаны адекватные. Еще тогда, простите, вами делается выбор. Ну, если нет у вас такого опыта. Еще тогда, вами делаются подобные выводы. Что значит, адекватные выводы? Ну, то есть, кто определял, что выводы адекватные, тоже немножко не понятно. То есть, здесь, как вы видите, я надеюсь, несколько вас из стороны в сторону бросают. С одной стороны, вы пытаетесь на другого человека переложить ответственность за себя, за свою жизнь, за свой комфорт и так далее. Но с другой стороны, самый неожиданный момент, вы делаете перекос уже в другую сторону. И это не есть хорошо. Ну, потому что момент здесь в том, что он и то, и то является несколько категоричной позицией. И то, и то отдаляет вас от реальности. Потому что ситуации могут складываться по-разному. Ситуации сами по себе могут быть разные. Но, как мы здесь можем видеть, вероятно, не для вас. Дальше. Может ли это быть следствием, возможно, подсознательным того, что до этого, в течение долгого периода в семейных отношениях, был холод в отношениях. Когда муж говорил слова людей, они были так просто без эмоций, как обычно. И вот это, вы называете, если я вас правильно понял, отсутствие ошибок прошлого и горького опыта тебя кидало. Как по мне, это именно и есть ошибки и горький опыт. Может ли быть следствием этого, я в принципе уже сказал. Может. А, правда, здесь с вашей стороны как будто бы идёт оценка, что безэмоционально, как обыденность, это вы больше говорите особенность своего восприятия. Того, что выражает человек. Это я к тому, что человек, может быть, выражал вам единственное то, на что он, в принципе, способен. Может быть, на большее он не был способен. Мы этого не знаем, не знаем. У человека могут быть свои представления об выражениях, выражениях тёплых чувств, эмоций и так далее. Ресурс и возможностей для того, чтобы выразить свои эмоции, свои чувства, свои отношения у каждого свой. Но некоторая холодность может присутствовать как вполне себе норма, ничего за этим не открывая и не таща. Вот. Другое дело, что вы выбираете такого эмоционально отсуждённого человека. Терпите его какое-то время. Надеюсь, что он что? Поменяет? То есть здесь я бы сказал, что возможно, возможно только, вам довольно сложно отграничивать себя от своего партнёра. Кстати, вот, проверять, следить, это тоже нарушение личных границ вашего партнёра. Я вас не обвиняю, просто хочу, чтобы вы себе в этом применяли и заметили, как к этому относятся. Дальше. Очевидно, женщина припала практически в рай. Мир, любви, доверие, теплое понимание. Даже на всех уровнях сознательно это всё принимая и понимая, где-то безсознательно ведёт себя так же. Я бы сказал, что на текущем уровне, если не углубляться в рассуждение, сказать можно так. Никакой рай любви, никакое идеальное отношение не поможет человеку лучше к себе относиться. Потому что человек может лучше относиться к себе сам. Он не может относиться лучше к себе через другого. Если это происходит, человек пытается заменить своё отношение к другому человеку. И становится зависимым, потому что отношение к другому человеку нужно постоянно подтверждать. Если вы видите, что в своём описании отношений вы идеализируете эту историю, когда вас включают любовью, доверием, теплом, пониманием, вы идеализируете это. Вам это нужно, вы нуждающийся партнёр. Если другой партнёр не такой же нуждающийся, не нуждающийся вообще, например, то вы становитесь зависимым. И зависимость не добавляет вам ценности в первую очередь в своих глазах. Потому что другие люди могут не видеть того, что вы себя обесцениваете. Но вы, как человек, который себя обесценивает, практически всегда знаете, что именно это вы делаете. И транслируете это на... переносите это на него. Переносите это на... человек. Что-то с ним происходит. Если я считаю себя неценным, то я буду постоянно подозревать другого в том, что он меня неценит. Это точно называется проект. На мой взгляд, здесь у вас это достаточно явно проявляется. Хотя, безусловно, могут быть и, скорее всего, есть некоторые другие важные аспекты, конкретно вашей ситуации, которая делает вашу ситуацию уникальной. Но пока есть только то, что есть. Больше пока ничего нет. Дальше. Защита. Нет. Это перенос. Это может быть защита. Но пока что для меня это больше перенос. Как дать понять себе и принять, что тебя любят? Принять себя. Нужно принять себя. И поработать со страхами. У взрослых людей до 40 лет. Ну, возраст здесь особого значения не имеет, потому что всем возрастам покорная любовь и всем возрастам покорны какие-то проблемы в отношениях. Поэтому то, что вам по 40 лет, это ничего не значит. По крайней мере, для меня, с точки зрения моей школы психотерапевтики, с точки зрения моей же философии, которую я продвигал. То есть необходимо понять самое главное, что ваш партнер здесь ни при чем. Это раз. Что бы он ни делал лучше вы к себе относиться не будете, это два. И три ключа ко всем ответам лежит в вас самой. А не в другом человеке. Как это на бытовом уровне. Часто думают люди. Требуют своих партнеров, ругая их, ругаясь с ними и так далее. Я думаю, что многие места в себе хоть просто проскакивают. Важно научить вас их замечать. И тогда, вполне возможно, ситуация начнет меняться в лучшую сторону. Вам не станет легче. Психотерапия вообще не делает жизнь легче. Но вам станет понятнее. Вы сможете увидеть себя, познакомиться с собой поближе. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь на мой ответ. Это позволит вам начать работу над собой.